В эфире новости Нижнекамска, в студии Юлия Бурмистрова. Здравствуйте. Прямо сейчас поговорим о наиболее интересных и значимых событиях жизни города и промышленного сектора. Коротко о главном. Плохо, конечно. Некрасиво. Вообще люди приходят, удивляются. Фасад красивый, а внутри там ничего нет. Плохо. Все облезло. Недовольство растет. Местные жители возмущены состоянием подъезда после капитального ремонта. Это, правда, приносит большое удовольствие и неподменную радость. Такой детский восторг. Поэтому мы восхищались сегодня. Подарить улыбку и создать настроение. В рамках программы «Формула хороших дел» был организован День красоты для особенных мам. Стартовая выдача мощности на Нижнекамск «Нефтехимия» начался этап испытаний паратурбинной установки ПГУТЭС. Примите самые теплые и искренние поздравления с этим замечательным весенним праздником. Мы ждем на новом дневнике днем 8 марта. Праздник весны, красоты и женственности. Прекрасных сотрудниц Нижнекамск «Нефтехима» поздравили с 8 марта. В Нижнекамске в ближайшее время планируется открыть третий по счету IT-парк в Татарстане. Первое время располагаться он будет на базе детского технопарка «Кванториум». Директор информационного центра Нижнекамска Максим Шаронов убежден, что для города и его жителей IT-парк необходим. Ведь главная его цель – способствовать ускорению развития IT-отрасли в Нижнекамске. В рамках развития муниципального представительства IT-парка на территории Нижнекамского муниципального района 16 февраля было подписано соглашение о сотрудничестве в направлении развития технологического предпринимательства, а также цифровых компетенций у населения. Соглашение подразумевает, что на территории Нижнекамского района будет функционировать IT-парк. Первое время расположится он в стенах детского технопарка «Кванториум», который открыт на базе Центра технического творчества и профориентации. «Кванториум» – это площадка, где развивается техническое творчество у детей. Это и направление промышленного дизайна, и IT-направление различное, геоинформационные технологии, нанотехнологии. Новый парк станет местом притяжения нижнекамцев, увлеченных IT-сферой. На сегодняшний день определён дистанционный резидент, который будет вести работу на территории НМР. У нас таких очень много. Многие пишут, не знают, куда обратиться со своими идеями, где их можно реализовать. Вот это «Кванториум» – это именно то место, где мы сможем собрать молодёжь, чему-то их научить, подтолкнуть, познакомить с нужными людьми и реализовать свои проекты. IT-парк станет площадкой, где активные и талантливые люди смогут превратить свои идеи в реальные бизнес-проекты за счёт научной и финансовой поддержки. Это долгожданное событие, так как у нас очень много талантливых ребят, которым некуда было прийти для того, чтобы обсудить свой проект, услышать рекомендации специалистов и просто найти единомышленников в своём направлении. В рамках года цифровизации в Нижнекамском муниципальном районе разработан план мероприятий, в котором уже более 400 событий. Это тематические беседы, игры, соревнования – как для юных, так и взрослых жителей города и района. Задач по цифровому развитию много, ведь сегодня мир IT включает в себя большое количество сфер нашей жизни, и их число только растёт. Будем привлекать ведущие компании и специалисты для проведения мастер-классов, тренингов, курсов повышения квалификаций, семинаров. Алья Салахиевов, Ахри Сламов, НМедиа. Жильцы подъездов одного из Нижнекамских домов после прошедшего капитального ремонта чувствуют себя обделёнными. Недовольство понять можно. В соседних подъездах прошёл капремонт, у них нет. Сложившаяся ситуация жителям непонятна, ведь их подъезды, по мнению жителей, также нуждаются в ремонте. С потолков сыпется побелка, со стен отваливается краска. В ситуации разбиралась Анастасия Елендеева. Это кадры нашего подъезда по адресу проспект Вахитова, 8, дробь 14. Подъезд 11, в котором 15 лет не было ремонта. По плану ремонт должен проводиться каждые 5 лет. Очень просим разобраться и поскорее исправить ситуацию. Жители одного из многоквартирных домов по проспекту Вахитова недовольны итогами проведённого здесь ремонта. Некоторые подъезды он попросту обошёл стороной. Местные жители устали от долгого ожидания ремонта. А вот управляющая компания будто и не замечает обшарпанных стен. Они проходили, говорят терпимо. Я спросила ещё, думаю, право, говорю, а почему, говорю, наш подъезд терпимо, говорит, у вас более-менее. Жители подъездов номер 11, 4, 5, 6 и других долгое время сами, как могут, справляются со своими бедами. И почтовые ящики вот все. У меня покойник муж был. Он вот, они вообще на полу все были. Он их вешал вот, сверлил, что-то делал. И вот повесил кое-как. А сейчас его нет, некому делать. Терпение жителей на исходе. Оно и понятно. Быть в хорошем расположении духа, когда на голову с потолка сыпется побелка, крайне трудно. Я здесь живу уже 17 лет, всё, никак не видел ремонта. Максимум тут окна поменяли, и на этом всё, в принципе, закончилось. Вы сами можете судить, что краска обваливается, почтовые ящики, они согнуты, и так не пойдёт. Некрасиво вообще, люди приходят, удивляются. Фасад красивый, а внутри там ничего нет, плохо. Всё, облезло это. По поводу капитального ремонта, в первую очередь нужно запросить информацию управляющей компании, что должно производиться по ремонту, какое там техническое задание, договора можно запросить с исполнителями капремонта. И в этих договорах указаны сроки выполнения обязательств. Вот когда жильцы получат полную информацию о том, какие работы планировались или планируются выполняться, когда будет видно, какие подрядчики выполняют работы и сроки, уже оттуда можно отталкиваться. И далее составляются письменные претензии также в управляющую компанию, потому что непосредственно исполнителем для жильцов является управляющая компания. Если действительно сроки нарушены, то тогда направляется жалоба в жилинспекцию. Если дом все-таки не включен в план капитального ремонта, заявку необходимо подать до осени текущего года, при этом зафиксировав состояние дома, например, на камеру телефона. А текущие же ситуации, связанные с капитальным ремонтом в доме по адресу Вахитова 8-14, нам прокомментировали в Департаменте строительства, ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска. В план ремонта лестничных клеток на 2022 год включены подъезды номер 4, 5 и 6. Обновление остальных подъездов будет рассмотрено при составлении плана на 2023-2024 годы. На автодороге в Мензелинском районе произошла авария. Ехавшие навстречу легковушки столкнулись лоб в лоб. В результате чего передняя часть одного из автомобилей была смята полностью. Пятеро человек, находившиеся в автомобилях в момент аварии, с различными травмами увезли в ближайшую больницу. Юный Нижнекамец похитил велосипед BMX стоимостью 16 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Сюмбике в доме номер 74-Б. Оказалось, что данное транспортное средство принадлежало мальчику, который приехал к маме на работу и оставил велосипед без присмотра. На место были вызваны сотрудники полиции, которым удалось задержать воришку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В селе Смыловка Нижнекамского района произошло возгорание. На вызов прибыли добровольные пожарные команды. На момент прибытия пожарных из-под кровли здания шел дым. В течение 30 минут огонь удалось потушить. Выгорела внутренняя обшивка стены потолка парилки на площади в 16 квадратных метров. По предварительной версии пожар начался из-за неисправности печи или дымохода. Пострадавших нет. Ну а теперь к новостям промышленного сектора. На Нижнекамскнефтехиме начался этап испытаний паротурбинной установки ПГУТС. Так, 2 марта в 21 час 22 минуты после проведения необходимых электрических испытаний генератор паротурбинной установки был включен в сеть. Стартовая выдача мощности составила 17 мегаватт. Испытания были признаны успешными. В ближайшее время на станции планируется завершить весь комплекс пусконаладочных работ, в том числе провести оптимизацию работы газотрубинных установок на продуктах отдувок производства пиролиза завода этилена и осуществить готовность к проведению комплексного опробования ПГУТС. Выдачи полной мощности 495 мегаватт. Парогазовая установка должна будет обеспечивать электроэнергией парам, действующие и новое производство Нижнекамскнефтехима. Новая станция соответствует требованиям наилучших доступных технологий. Для сравнения, на установке, где реализован классический паротурбинный цикл, электрический КПД составляет около 32%, а на ПГУТС парогазовый цикл, благодаря высокой эффективности, обеспечивает более высокий электрический КПД – около 50%. Перейдя из паротурбинного в парогазовый цикл, энергетика сделала настоящий революционный рывок. Нижнекамскнефтехим входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков. Является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований. Предприятие постоянно растет, модернизируется и развивается. И вот очередной рувеш. На заводе пластиков Нижнекамскнефтехима получена 3-х миллионная тонна полистирола общего назначения с момента ввода установки в эксплуатацию. Производство пластиков на Нижнекамскнефтехиме – одно из относительно молодых. Выпуск первой продукции первоначальной мощностью 50 тысяч тонн в год состоялся 19 лет назад. В последующем производство расширялось, строились и вводились в эксплуатацию новые линии производства. Один из тех, кто стоял практически у истоков производства пластиков – начальник смены Евгений Шавензов. В начале, когда сюда пришел, здесь была одна очередь. При мне построилась вторая, третья. И тут много изменилось, мониторы, все улучшилось. Стало проще работать, все модернизируется. С начала работы производства его мощность была увеличена в три раза. В 2005 году была введена вторая линия по выпуску полистирола 50 тысяч тонн в год. В 2008-м – третья очередь такой же мощности. В настоящее время проектная мощность нижнекамского производства полистирола составляет 150 тысяч тонн в год. В данный момент сейчас по первой очереди у нас идет ПСОН, по второй ППС – 825-й, и по третьей тоже ПСОН – 585-й. Разные марки они делятся, ну, разные марки подходят для разных производств деталей. На сегодняшний день с конвейеров завода пластиков сходят ударопрочный полистирол, а также полистирол общего назначения. К примеру, из последнего изготавливаются столовые приборы, одноразовая посуда, корпусы офисной техники. А ударопрочный полистирол служит базой для изготовления корпусов телевизоров, бытовой техники, деталей холодильников, изготовления игрушек. Ну, моя работа заключается в день технологического процесса по выпуску лучшего полистирола России, между прочим. Сегодня порядка 80% российского полистирола родом из Нижнекамска. Здесь на производстве особое внимание уделяют качеству выпускаемой продукции. Качество продукции зависит от наших правильных действий, наших знаний, для того, чтобы в нужный момент не оплошать и все сделать правильно. Производство пластиков работает на собственном сырье и постоянно развивается. Ежемесячно на производстве полистирола выпускают от 10 до 15 марок готовой продукции. Совсем недавно завод пластиков отпраздновал значимое событие – выпуск трехмиллионной тонны продукции, поставка которой осуществляется не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Катерина Короленко, Айрат Мухаммедханов, Влас Семагин, НМЕДИЯ. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур» был организован День красоты для мам, которые имеют особых детей с ограниченными возможностями здоровья. Вкусный завтрак, салон красоты, фотосессии и многое другое. Обо всем об этом расскажет Людмила Березина. В преддверии Международного женского дня компания «Сибур» и общественная организация «Женщины Нижнекамска» устроили настоящий праздник весны и преображений. День красоты для мам с особыми детьми начался с вкусного красивого завтрака в приятной женской компании. Они уже позавтракали в красивой, теплой атмосфере и сейчас они все направляются в салон, где их ждет преображение, но потом для них будет фотосессия. Я думаю, что этот день оставит неизгладимые впечатления для каждой участницы. Побывать в салоне красоты и уделить себе максимум времени – такие приятные хлопоты ожидали всех приглашенных мам. Профессиональные мастера тоже приняли за укладку прически и макияж. Готовый образ дополнили вечерними нарядами. Для любой женщины, девочки, девушки истинное наслаждение, когда занимаются своим образом, делают макияж, прическу. Это, правда, приносит большое удовольствие и неподменную радость, такой детский восторг. Поэтому мы восхищались сегодня. Преображение внешне дополнили трансформацией внутренней через лекцию с психологом. Моя роль в том, чтобы как психолога рассказать, как женщинам таким получать ресурс. Откуда? Потому что сил на таких детей требуется гораздо больше. И для этого у нас сегодня будет девичье общение, непосредственно различные карточки с вопросом. Параллельно лекции в специальной зоне проходила фотосессия, на которой каждая из присутствующих дам могла покрасоваться в своем новом образе и почувствовать себя настоящей звездой. Мы сделали такой классный сюрприз. И просто смотрю на себя, думаю, разве я могу быть такой красивой? И когда меня красили, у меня такие были ощущения, что это ведь мое, я ведь должна быть всегда такой красивой. Ну просто, просто вау, аж мурашки. В общем, очень классно, очень супер, нам очень понравилось. Ну, прям просто восторг. Хочется поблагодарить организацию общественную женщины Нижнекамска и компанию Сибур, которые устроили нам такой праздник, сделали нам День Счастья. И всем огромное большое спасибо. Мы очень счастливы. В этот день 20 прекрасных женщин стали многократно счастливее. Ведь так здорово посвятить День себе, наслаждаясь каждым моментом. Спасибо, Сибур! Людмила Березина, Влас Симагин, НМедиа. Международный женский день. Особенная дата для каждой представительницы прекрасного пола. Окнуться в атмосферу праздника сотрудницы Нижнекамск-Нефтехима смогли еще 5 марта при входе на работу. Поздравления, праздничная музыка, фотосессия с забавными персонажами и, конечно же, небольшие сладкие презенты. Все это стало залогом позитива и радости с самого раннего утра. Утро в преддверии Международного женского дня для сотрудниц Нижнекамск-Нефтехима началось с приятных сюрпризов и особенного настроения. Сегодня поздравляем женщин всех, работников Нижнекамск-Нефтехима, женщин именно, с Международным женским днем. В связи с этим собрали восковые фигуры, которые ходят поздравлять. Также с молодежным активом собрались, раздаем шоколадки, фотографируем на фотозоне, именно где Супермен и плюс фотозона с восковыми фигурами. В этот особенный день каждая представительница прекрасного пола получила максимум внимания. Музыка, вкусные презенты, комплименты, фото на память. Очень приятно. Спасибо большое. Настроение классное. Вообще, конечно, очень здорово то, что Нижнекамск-Нефтехима и Сибур делают вот такие акции. Это, конечно, с утра очень поднимает настроение. Ну, еще очень весело идти на работу в такой вот весенний праздник. Спасибо им большое за это. В здании завода управления А1 также не обошлось без утренних сюрпризов. Каждая женщина в этот день услышала в свой адрес приятные поздравления и получила вкусный презент. Ведь, как известно, именно шоколад поднимает настроение. Всем, всем успехов творческих находок и любви с весной. Приятная музыка и теплые искренние поздравления в головном корпусе А12 также царила атмосфера праздника, весны и красоты. Счастливые улыбки очаровательных сотрудниц тому подтверждение. Очень приятно видеть поздравления, слышать приятные слова от наших дорогих мужчин. Пусть это бывает один раз в год, но они делают нас более женственными и желанными в глазах мужчин. С наступающим праздником всех наших девочек, женщин, уважаемых дам. Чтобы было здоровье, чтобы была удача и была хорошая, достойная оплата за наш красивый пруд. Весна, любовь и красота. Вот тот самый особенный повод подарить комплимент, внимание и настроение каждой сотрудницы Нижнекамск-Нефтехима. Юлия Бурмистрова, Анастасия Елендеева, Роман Мальцев, Ахри Исламов, Марина Чернышкова, N-Media. Струнные оркестра в фойе, красочная концертная программа, море улыбок и цветов. Именно так продолжилось празднование Международного женского дня в актовом зале головного корпуса А12. С праздником весны прекрасную половину человечества поздравил генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима Айрат Сафин. Живая музыка в исполнении оркестра под руководством дирижера. Цветы и хорошее настроение. Празднование Международного женского дня в административном корпусе – добрая традиция. Во все времена, наверное, женщинам важно быть счастливыми, любимыми. А на таких праздниках мы действительно чувствуем себя надежно, защищенно и, самое главное, счастливо. С праздником весны женщин поздравил генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима Айрат Сафин. Он лично наградил лучших сотрудниц компании почетными грамотами за многолетний плодотворный труд и активное участие в общественной жизни. Всегда вы нас поздравляли, всегда вы нас двигали вперед. Ради вас мы всегда сворачивали горы, ради вас мы стараемся, вы наши тылы. Примите самые теплые и искренние поздравления с этим замечательным весенним праздником Международным женским днем 8 марта. Радовьтесь каждому мгновению своей жизни. Будьте здоровы, красивы, здоровья вам огромная, любви, всего самого наилучшего праздника. Главным подарком для зрителей стала концертная программа, которая надолго останется в памяти сотрудниц Нижнекамск-Нефтехима. Наполнив сердца счастьем и добром. Катерина Короленко, Алия Салахиева, Фахри Исламов, Энн Медиа. Не обошла стороной тема Международного женского дня и завод олигомеров и гликоли. Там в преддверии 8 марта в актовом зале состоялся праздничный концерт, в ходе которого прошла церемония награждения. На торжественное мероприятие побывала съемочная группа «Энн Медиа». Одна из тех, кого с Международным женским днем поздравили в актовом зале – Гульсария Кусмаева. Женщина посвятила родному предприятию 35 лет. На химкомбинат выпускницу Уфимского нефтяного техникума отправили по распределению в 1986 году. С тех пор она и трудится аппаратчиком на заводе олигомеров и гликолей. На Нижнекамск-Нефтехиме работает вся семья Гульсарии Аминовны. Поэтому внимание и поздравления для женщины дорогого стоят. Очень даже приятно, когда поздравляют, вот цветы дарят, особенно я цветы люблю, вот дарят, прям душа радуется. Праздничные настроения, весенние, праздников всегда ждем. Праздничной концертной программой «Весеннее настроение» в зале создавала группа «Романтики». Улыбнемся в свет небеса, доверяя мечтам. Приятным дополнением к весеннему празднику «Улыбок и цветов» стало награждение работниц завода олигомеров и гликолей грамотами и благодарственными письмами. С теплыми словами признательности сотрудниц поздравил директор завода олигомеров и гликолей Сергей Красильников. Пожелать всем добра, счастья, благополучия, успехов. Ну и, конечно же, мирного неба над головой и всем еще раз здоровья. Алексей Бажанов, Катерина Короленко, Влас Семагин, Энмедиа. В Доме народного творчества состоялся праздничный концерт под названием «О вас говорят мужчины». Радостные улыбки, весеннее настроение и множество приятных слов. Именно так можно охарактеризовать мероприятие, на котором побывала наша съемочная группа. Мероприятие в Доме народного творчества началось с приятного сюрприза. В холле концертного зала прекрасным дамам вручали розы, после чего они проходили в зал, чтобы занять свои места. Концерт начался с песни, которая подарила прекрасной половине человечества весеннее настроение. Песни на русском и татарском языках, танцы в исполнении хореографических коллективов города и громкие аплодисменты от зрителей. Среди поздравляющих руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Рамиль Мулин. Дай Бог, чтобы всегда у нас все было хорошо. Еще раз хочу всех поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать всем счастья, благополучия, мира, здоровья. С праздником Беряна Града. В честь Международного женского дня руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района вручал награды за многолетний добросовестный труд. Среди отмеченных сотрудница Нижнекамск-Нефтехима. Комитетализация и очистки источных вод публичного акционерного общества Нижнекамск-Нефтехима. Очень приятно было получить такую грамоту от администрации города. За 45 лет работы на своем предприятии мне пришлось работать с такими грамотными людьми. Такие монстры высшего класса в этой области, в этой индустрии, с которыми было надежно работать, общаться. Светлана Георгиевна и Елена Михайловна долгие годы посвятили себя работе на предприятии, за что им было присвоено почетное звание ветераны по унижнекамск-Нефтехим. По унижнекамск-Нефтехим я уже работаю 33 года. Работа моя очень нравится. Коллектив очень дружный, хороший. Я хочу сказать спасибо большое, потому что сегодня меня поздравили, грамоту дали. Я очень рада. В рамках мероприятия заместитель мэра города Нижнекамска Марина Камельна вручила почетные дипломы победителям зонального тура республиканского конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Приятно отметить, что победительницами конкурса стали и сотрудницы Нижнекамск-Нефтехима. Кульчачак Зиганшина, ведущий инженер-технолог, одержала победу в номинации «Женщина. Пример года». Я очень рада. Эмоции переполняю. Очень счастлива. Спасибо моей семье, что меня поддерживала. Спасибо Нижнекамск-Нефтехиму за активное участие, за помощь в организации, в участии в этом проекте. Спасибо большое всем. Розалия Парфенова, аппаратчик завода ИЭМ, заслуженно получила награду в номинации «Моя судьба, моя профессия». Она стала лучшей по итогам республиканского конкурса. Я очень рада, что участвовала в этом конкурсе, что руководством дает такую возможность проявить себя на себя. На производстве меня руководство рассмотрело, что я подходила для них лучшим вариантом. Я очень рада. Спасибо всем. Людмила Березина, Марина Чернышкова, НМедиа. На сегодня у меня все. Напоминаю все наши материалы и свежие новости. Вы можете найти на сайте, в Инстаграм и Телеграм-канале НМедиа, а также в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, или у вас есть интересная информация, о которой бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа вела Юлия Брумистрова. Желаю вам всего хорошего и только добрых новостей. Холдинг НМедиа – это трансляция на федеральном телеканале ТНВ, который является одним из крупнейших национальных телевещателей в Республике Татарстан. Помимо этого, мы имеем свой новостной ресурс во всех соцсетях. Радио «Ретро-ФМ» в городе Нижнекамс, который является одним из лидеров коммерческого вещания страны. В эфире только лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Газеты «Нефтехимик» и «Хизматэш Алазе» – два еженедельных издания с гарантированной подпиской 12 тысяч читателей, а именно работников крупнейшего в Европе градообразующего предприятия «Нижнекамскнефтехим». Собственная типография с широким ассортиментом полиграфических услуг и большим выбором материалов. Продакшн-студия, которая работает по принципу полного цикла – от разработки идей заказчика до ее воплощения, от визитки до имиджевого фильма. Однозначно, доверие клиентов – это самое главное. Поэтому наш отдел продаж предлагает клиентам только те продукты и услуги, которые наилучшим образом будут способствовать развитию бизнеса. Нельзя не отметить наших опытных журналистов и харизматичных ведущих программ, идейных фотографов и талантливых видеооператоров, энергичных радиодиджеев и креативных дизайнеров, команду высококвалифицированных специалистов и профессионалов своего дела. Холдинг «Нефтехим-Медиа» входит в группу компаний «Таиф». Все проекты, конкурсы и акции под брендом «Медиахолдинга» пользуются большой популярностью у жителей нашего города, что подтверждают высокие позиции в рейтингах независимых исследований. Наряду с этим мы занимаемся съемкой и трансляцией домашних матчей хоккейного клуба «Нефтехимик» на телеканале КХЛ, а также осуществляем полное медийное сопровождение хоккейного клуба во время игр. Однозначно мы – это единая, амбициозная, яркая, динамичная и успешная компания, которая работает во всех значимых медийных пространствах, обеспечивая своих партнеров высоким уровнем изготовления видео, аудио, печатной, имиджевой и рекламной продукции. Холдинг «Нефтехим-Медиа» с заботой о вас и вашем бизнесе. Каждый день, выходя на улицу, я надеваю маску и перчатки. И не потому, что так надо, или меня кто-то попросил. Я знаю, что дома меня ждет семья, любимые супруга и ребенок. Я переживаю за родителей, им уже много лет, и они находятся в зоне риска. Мне кажется, брать ответственность за себя и своих близких – это нормально. Хватит уже говорить, что перчатки жмут, а в маске тяжело дышать. Попробуйте сказать это врачам. У них смена по 12 часов. Действительно, надеть маску и перчатки – это самое простое, что мы можем сделать. Теперь ответственность за здоровье на наших лицах, а безопасность в наших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова